Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы добрались до очень сложной темы. Это формировка винограда. Тема действительно сложная, потому что надо знать не только теорию, но уметь ориентироваться в виноградных побегах, лозах и прочих, и знать терминологию. Я попытаюсь рассказать самую простую формировку. Это верная формировка без сучка замещения. Она бештамбовая, подходит для зон укровного и неукровного виноградарства. Она очень проста для новичков. Любой из вас может ее освоить и выводить вот эту формировку. Каждый год рукав увеличивается на одно междоузли. И все достаточно просто. Итак, здесь у меня схема по годам. Первый год, второй, третий, немножко четвертого. Вот здесь вот в конце. И вот такой заросший куст. Допустим, у вас такой есть. И по сезонам. Весна, лето и обрезка. Итак, весной вы сажаете ваш черенок, оставляете наверху две почки. За лето из него вырастает два побега. В течение лета вы прищипываете пасынки, оставляя на каждом по одному листочку. Я буду говорить сроки для своего региона. Это Подмосковье. На юге пенсировка и чеканка будет позже. Я не могу назвать время. Я буду говорить то, что у нас. Просто принцип одинаковый. Но где-то раньше, где-то позже. На севере даже может быть еще раньше. То есть в конце августа вы прищипываете точку роста вот этого побега, который у вас выросли из этих двух почечек. Верхний пасынок вы не трогаете. Вы его не прищипываете. Он должен у вас расти. Почему? Если вы, когда сделаете пенсировку и последующую чеканку винограда, под чеканку чуть позже, вот эти почки могут тронуться в рост. А если у вас не удалена точка роста винограда, то есть у вас будет расти пасынок, и все будет хорошо и прекрасно. Что такое чеканка? Это облавывание побегов вот этих вот. Они очень хорошо ломаются по узлу. Кто-то их обрезает, я обламываю. И оставляете вот эти побеги. Еще раз напомню, это конец августа, может быть, начало сентября. И длина их 30-40 сантиметров. Голоски, виноградарские почки называются глазками. Не считаем и не трогаем, сколько там у вас выросло. Итак, осенью мы ничего не обрезаем. Наш виноград зимует. Весной, да, будет плач. Мы смотрим, как он перезимовал, и оставляем три почки. Вот на этих побегах оставляем по три почки. Вот у нас весна второго года. Мы уже все обрезали. Вот они, три почечки. Они начинают расти, и у вас вырастает шесть побегов. Шесть почек, шесть побегов. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что мы делаем дальше? Осенью мы оставляем нижние побеги. Первый и второй. Первый верхний мы вырезаем. Над верхним побегом вот этим оставляем полтора-два сантиметра. Как в плодоводстве, над побегом близко мы не обрезаем, иначе все засохнет. Полтора-два сантиметра, и третий побег у нас отрезается. Вот такой вот куст у нас получается осенью второго года после обрезки. Вот ваш черенок. Вот два побега, которые выросли в первый год, и еще два побега выросли во второй год. Вот, пожалуйста, четыре рукава. Вот эти вот побеги называются рукавами. А вот этот побег называется плечо. Вот это голова куста. На третий год, вот, я этот рисунок переношу сюда, вот у нас весна третьего года. Вот наш кустик с четырьмя рукавами. На каждом мы оставляем по две почки. Все остальное ослепляется, то есть удаляется. В течение года здесь вырастает, здесь два, здесь два, восемь побегов. Вот, зелененькие, вот они, восемь побегов. Что мы делаем осенью? Осенью мы ищем самые нижние побеги. Здесь вот, вот они. Один, вот, вот, один, вот, второй, вот, третий. И мы их отрезаем, мы вот отрезаем, а оставляем побег нижний, который растет у нас из внутренней почки, то есть внутри куста. Вот этот, здесь вот этот, здесь вот этот, а здесь вот этот. Почему именно так? У нас побег должен находиться сверху. То есть вот у нас побег, вот, вот, мы отставляем вот этот. Вот так у нас получается. Когда мы привязываем, вот так вот у нас получается, вот так вот, у нас не ломается. То есть нижний побег мы срезаем, верхний мы оставляем. И вот здесь вот оставляется снова над побегом примерно два сантиметра. Вот так вот выглядит наш куст после обрезки осенью третьего года. Вот они наши, четыре рукава. На каждом рукаве мы оставляем шесть-восемь почек. На четвертый год вот эти почки, все они дают нам побеги. Нижний можно удалить, выломать или ослепить сразу. Остается вот эти вот у нас побеги, которые будут свести. На каждом побеге ровно три кисти. На некоторых сортах бывает два. Две кисти. Мы их вот так подвязываем. И осенью мы делаем обрезку. То есть мы ищем самый первый, вот, от основания побег, который находится опять на верхней стороне или внутренней стороне. Все это мы отрезаем, удаляем. На этом побеге мы его оставляем на плодоношение. Отсчитываем снова шесть, восемь или десять почек. Опять он у нас будет наклонен вот так вот. Если мы оставим вот этот побег нижний, то у нас он отломится. Поэтому всегда оставляем верхние побеги. И у вас рукав увеличился ровно на одно междоузле. То есть вот так вот, покрупнее я нарисовала. Вот у вас рукав. Вот на нем выросли побеги, которые плодоносили. Этот вы удаляете. Или вы ламаете равное весной. Или удаляете. Оставляете вот этот вот. Вот этот. Это все срезается. На будущий год снова у вас вырастают на нем побеги. Это все срезается. Этот остается. И он опять наклоняется. И обрезка всегда делается с одной стороны, чтобы не нарушались пучки сосудов. Чтобы не нарушалось движение питания по рукавам и побегам. Теперь вот такая у вас картина. Вот ваш заросший куст. Что мы тут делаем? Надо нам найти четыре рукава. Выбрать какие-то побеги, которые подойдут для этой формировки. Можно оставить побеги, которые растут вот так вот снизу. Их обрезаем на 6-8 почек и оставляем. Можно найти вот такие побеги, которые уже плодоносили. Вот на них вот уже вот такие вот выросли боковые побеги. Нижние удаляем. Оставляем самый первый, который растет из верхней почки или вовнутрь. Это все удаляется. Здесь оставляется 1,5-2 см. Здесь мы отсчитываем 6-8 почек и все, он остается. То же самое с этой стороны. Можно найти, можно вообще четыре побега оставить, которые растут снизу. Единственное, они будут попозже плодоносить. То же самое вот можно оставить снизу, который побег идет, откуда-то из основания куста. И вот такой найти тоже с этой стороны все обрезается, оставляется вот этот верхний побег и привязывается к шпалере. Вот так вот можно из заросшего куста сделать хорошую верную формировку. Пока, мои друзья. Вопросы задавайте. Объяснять тоже сложно, так же, как и обрезать. Пока. Надеюсь, у вас все получится.